Здравствуйте! В эфире «Наше время» в студии Елена Макаренко. Сегодня у нас в гостях высокий гость и заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Николай Елистратов. Он посетил наш край для того, чтобы презентовать ноу-хау в сфере социального обеспечения. Речь идет о новой информационной системе, которую опробуют именно на Алтае. Что это за проект, в чем его особенности и есть ли от него какая-то польза для жителей края? Обсудим в ходе интервью с Николаем Витальевичем. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот, единая информационная система социального обеспечения. Что это такое? В чем суть проекта? Единая государственная информационная система социального обеспечения, которая будет создаваться в рамках законов, которые были приняты в конце 2015 года, является по сути своей огромной межведомственной аналитической системой, которая ответит на многие вопросы и государству, и человеку конкретному, в части касающейся социальной поддержки населения. Вот наш край, наряду с другими двумя регионами России, вошел в число пилотных по внедрению этой системы. Почему? Действительно, Алтайский край вошел в число трех пилотных регионов, и это, я считаю, очень важно. Мы, когда подбирали регионы, смотрели на некую критериальную шкалу, выбирали по нескольким сразу признакам. Первое, конечно, речь идет о том, что руководство Алтайского края инициативно, позитивно высказывалось за то, чтобы участвовать в этом проекте. И это был первый критерий, самый важный. Второе, это, конечно, уровень развития информационных технологий. Третье, собственно, это разветвленность и готовность сферы социального обеспечения для того, чтобы войти в этот проект в качестве пилота. То есть в нашем регионе на достаточном уровне вот эта система развита? Да, с нашей точки зрения, вот взглядом со стороны, три региона, которые я сейчас назову, это Калужская область, Башкортостан и Алтайский край, это те регионы, которые по многим-многим-многим критериям находятся на достаточно высокой ступени развития. А сколько всего социальных ведомств задействовано в создании этого проекта и какова их роль? Вы знаете, проект сам себе очень большой, и он рассчитан на несколько лет и будет развиваться этапами. И только на первом этапе в этот проект вольются федеральные органы исполнительной власти, региональные муниципалы, а из крупных федеральных направляющих это будут Минтруд, Минсвязь, Роструд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, собственно, Пенсионный фонд, это будет Минздрав, возможно, уже называл, Министерство образования, Министерство культуры. То есть все федеральные органы, которые в той или иной степени ближе связаны к социальной сфере, будут задействованы уже на первом этапе. Ну, а почему вот такой большой круг? Что они будут выполнять? Большой круг, потому что нам нужно создать систему, при которой мы наполним стержень этой системы или ядру системы информацией о мерах социальной поддержки, которые будет получать человек. И эти меры в основном будут получать из тех органов, которые я назвал. Поэтому в первую очередь это будет касаться тех министерств и ведомств, о которых я говорил. Ну, плюс, естественно, самый широкий круг региональных систем и муниципальных. Когда проект заработает в полную силу и насколько он облегчит выполнение текущих задач сотрудникам социальных учреждений? Вы знаете, проект рассчитан, как я сказал, на несколько лет, но у нас существуют принятые уже на верхнем уровне планы, согласно которым этот год, то есть 16-й, пройдет под знаком совершенствования концепции «Единая государственная информационная система социообеспечения». Плюс очень важным моментом является создание классификатора мер социальной поддержки, который постарается унифицировать те меры социальной поддержки, которые у нас существуют в разных регионах на сегодняшний день. И, собственно, к концу этого года мы получим первый портотип системы, то есть некий упрощенный механизм работы системы с участием тех органов, которые я назвал, конец 16-го года, начало 17-го, уже совсем-совсем скоро, времени мало. А что этот проект даст простым людям, вот рядовым? Будет проще получить какую-то справку? Не нужно будет обращаться за назначением пенсии вообще в ведомство? Вот хотелось бы просто понять, говорим пока общими словами, в чем суть этого проекта для простых граждан? Ощутят ли они его? Я очень надеюсь, что простые граждане ощутят, потому что этот проект направлен в первую очередь на то, чтобы облегчить жизнь каждому из нас, нашим, собственно, родителям, нашим детям, нашим друзьям. Постараемся это сделать, и, собственно, система будет состоять из двух интерфейсов. С одной стороны, с помощью, в том числе, инструментов, таких, как, например, личный кабинет застрахованного лица, человек сможет зайти и посмотреть, какие меры социальной поддержки он уже получил, какие получил частично, на какие он имеет право рассчитывать. И таким образом он будет иметь персонифицированную полную картину по себе конкретно. С другой стороны, другим интерфейсом эта система будет смотреть на государство. Государство, видя всю картину сверху, сможет принимать более сбалансированные и эффективные управленческие решения. А вообще, эта система настроена не на то, чтобы, знаете, как в фильме, в известном, по-моему, «Москва слезам не верит», там говорили, знаете, у нас театра не будет, будет одно телевидение. Вот я не хочу сказать, что у нас, знаете, и у нас не стоит такой задачи, чтобы в сфере социальной поддержки таким образом сделать виртуальный электронный мир для нашего человека, чтобы он не смог подойти, как он хочет, например, к окну клиентской службы и задать вопросы, а будет все в электронном виде получать. Ведь наша главная задача создать условия для того, чтобы человек мог выбрать, чтобы у него было право выбора. Между чем и чем? Между тем, чтобы зайти в виртуальный мир, сидя на диване, нажав кнопку компьютера, войдя в личный кабинет и посмотрев все, что можно, и единожды, войдя в какую-то федеральную структуру за своей помощью, больше не обращаться в эти окна, потому что вся информация, которая будет вариться в этой системе, будет распределяться по всем названным, но и не названным федеральным органам, и тогда человек просто, это наша цель, войдет один раз, подойдет к окну, поставит в системе задачу, и она по всем ведомствам соберет возможности для этого человека. Это значит, к примеру, что обратившись там в результате полученной травмы там куда-нибудь в медико-социальную экспертизу, где он будет освидетельствован, после этого он не будет ходить в пенсионный фонд, потому что пенсионный фонд в этой системе в том числе получит информацию о том, что этот человек нуждается в социальной помощи, ему будет назначена пенсия, например, по инвалидности. Если Минобор, Министерство образования, увидит эту информацию и поймет, что этому человеку нужно подготовить специальную программу обучения или переобучения, Министерство здравоохранения предоставит ему путевку, которая нужна в этом случае, и человек самостоятельно через личный кабинет увидит эту картинку самостоятельно. То есть ходить по инстанциям меньше будет? Это одна из главных задач. Человек будет меньше ходить за справками по инстанциям. И бумажный документ оборот, я думаю, тоже, наверное, сведется к минимуму, правильно? Да, правильно. Насколько затратен новый проект и когда окупятся на него расходы? Проект достаточно большой, достаточно массивный, но при этом я хочу сказать, что и решение о быстрой реализации этого проекта было принято именно потому, что уже первые расчеты, в том числе сделанные не пенсионным фондом, а некоторыми другими специализированными организациями, как, например, высшие школы экономики, показали, что уже на второй год полновесной работы системы государство получит экономию в миллиарды рублей. Спасибо за ваши ответы, спасибо за участие в нашей программе. А я напомню, что о создании единой информационной системы социального обеспечения на Алтай мы беседовали с заместителем председателя правления Пенсионного фонда России Николаем Елистратовым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова